Друзья, всем привет! С вами Артем Деев и компания Markets. Несколько дней назад мировую экономику в буквальном смысле потрясла новость о сворачивании сделки ОПЕК+, что привело к обвальному падению цен на нефть до 30 долларов за баррель. Ниже котировки были только в далеком 2003 году. За этим сразу же последовало стремительное удорожание доллара до 75 рублей за одну единицу американской валюты. Довольно резонный вопрос, который напрашивается сейчас сам собой, что будет с российской валютой дальше, что будет с российской экономикой, если рынок нефти так и останется на том донном уровне, на котором находится сейчас. Давайте разбираться. Итак, развал Альянса Энеритического Пакта, то есть Содружество стран ОПЕК+, привел к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть марки Brent, от которых, как вы знаете, напрямую зависит благополучие российской экономики. Фактически нефть обвалили до минимумов 2016 года. На фоне падения нефтяных котировок курс доллара к рублю подскочил на 9% до 74,5 рублей за доллар. Долго ли рынок нефти будет оставаться на текущих значениях? Друзья, я думаю, что долго. Goldman Sachs опубликовали прогноз, о вас на котором Brent будет стоить в среднем около 30 долларов к сентябрю 2020 года. На мой взгляд, ценовая война России и Саудовской Аравии может продлиться по крайней мере несколько месяцев. А учитывая, как активные ряды Москва собираются наращивать добычу, Brent наверняка протестирует уровни января 2016 года, это примерно 30 долларов за баррель. Другими словами, значительное ухудшение фундаментального фона, а именно выход участников ОПЕК+, и сделки по сокращению добычи, и падение спроса на нефть из-за вспышки коронавируса, так и не позволит покупателям перехватить инициативу. Поэтому да, нефть останется на дне и будет находиться здесь долгое время. Что будет с рублем? Ранее на фоне значительного ослабления российской валюты, Минфин сделал заявление, что готов помогать рублю посредством интервенции, а именно продажи валюты из имеющихся резервов, поскольку уже нефтяные котировки опустились ниже заложенной в бюджет. Цены 42,4 доллара за баррель, это по сорту Юрлса. Скорее всего, эти продажи в активном режиме начнутся с апреля. Стоит отметить, что российский бюджет сегодня лучше защищен от низких цен на нефть, чем в 2014 и 2016 годах. Согласно бюджетному правилу, на обеспечение текущих расходов федеральному бюджету направляются нефтегазовые доходы от цен на нефть в 42,4 доллара за баррель. Даже если цена на нефть будет такой, как сейчас, подстройки валютного курса частично скомпенсируют потери нефтегазовых доходов в рублевом выражении. Минфин, кстати, заявил, что ослабление национальной валюты на 1 рубль относительно прогнозируемого уровня в бюджете 65,7 рублей при неизменной цене на нефть приведет к увеличению базовых нефтегазовых доходов на 70 миллиардов рублей. И тут, друзья, важно отметить, что при текущем курсе 75 рублей за доллар базовая цена барреля в рублях для обеспечения расходов бюджета меньше уже заложенной в федеральном бюджете примерно на 15%. Это значит, что для того, чтобы свести концы с концами, в плане бюджета, разумеется, нужно либо надеяться на чудо в виде роста цен на нефть, либо дальше девальвировать рубль примерно на сопоставимые 15%, то есть текущих значений до уровня 86 рублей за доллар. Именно туда курс и подтащат в самое ближайшее время. Теперь, пожалуй, о самом насущном. Как все это отразится на людях? Прежде всего, ослабление рубля, возможно, выгодно бюджету, но населению нет. Почему? Да потому что раздувает инфляцию, ведет к значительному росту цен. По самым скромным подсчетам, ослабление валюты на 1% ускоряет инфляцию на 0,1%. Импортные товары, безусловно, станут дороже для россиян. Это негативно скажется на реальных располагаемых доходах населения. Обнищание людей продолжится, поскольку параллельно с ростом цен заработные платы не будут индексироваться в сопоставимых масштабах. Кроме того, если Центральный банк увидит риски инфляции выше таргета в 4%, он может принять решение повысить ключевую ставку, которую до этого снижал аж 6 раз подряд. То есть кредиты станут еще дороже. В сухом остатке получается, что сейчас довольно подходящее время для приобретения товаров длительного пользования. Скорее всего, позднее они будут только дороже. Привлекательными являются ипотечные кредиты, по крайней мере, до повышения ставок. Друзья, ну и позволю себе сделать такой совсем уж мрачный сценарий, что будет, например, с российской экономикой, если цены на нефть окажутся ниже 30 долларов за бар. Если это случится, то в российской экономике наступит рецессия. ВВП потеряет от 1,5 до 2,5%. Инфляция может подскочить до 10%, то есть до двухзначного уровня. Курс рубля просядет до 100 рублей за доллар. Усугубит ситуацию значительный темп оттока капитала. А если, например, действия Саудовской Аравии по предоставлению беспрецедентных скидок на нефть приведут еще к снижению внешнего спроса на российские селевые товары. И, соответственно, к резкому сокращению экспорта темпы рост российской экономики окажутся на отрицательной территории. А что уже будет после этого, тут и говорить о страшном. Друзья, при всем этом унывать не стоит. Это лишь моя точка зрения, довольно пессимистичная. Вас же прошу оставаться оптимистами и надеяться на лучшее. И потом все и вправду может измениться в лучшую сторону. На этом все. Всего доброго. До свидания.